Афганистан Здравствуйте! Меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить про Афганистан. Поскольку в интернетах объявлен месячник юного афганиста, чем я хуже прочего. История Афганистана – это столетия и столетия войн. Когда лишь на недолгие периоды устанавливалось что-то похожее на стабильное государство, которое, однако, разрывало вражда племен – пуштуны и таджики, пуштуны и узбеки, разные фракции пуштунских племен между собой и так далее. К тому же не хватало средств и стимулов для поддержания стабильной центральной власти. Был ли у Афганистана шанс? Пожалуй, только один раз при короле Захиршахе, когда страна поддерживала хорошее отношение с соседями и достаточно стабильно развивалась. Однако короля в 1973 году свергнул амбициозный реформатор Дауд. Против Дауда с одной стороны выступили исламисты, а с другой – коммунисты. Коммунисты свергли диктатора вооруженной рукой. Исламисты начали с коммунистами войну. Коммунисты затащили в Афганистан Советский Союз, что обошлось нашему народу в 15 тысяч погибших и 54 тысячи раненых. Американцы поддержали исламистов. Победившие исламисты проиграли более радикальным исламистам – из Талибана, запрещенной в России организации. Талибы взорвали лица статуи Будды в Бамиане, положив начало радикальному варварству, направленному против культуры. Их традиции подхватит потом в Сирии Черный Халифат, систематически разрушавший, например, Пальмиру. После 11 сентября 2001 года американцы вторглись и попытались насадить в Афганистане свой порядок. Совет племенных вождей Афганистана проголосовал за возвращение на трон Захиршаха. Но американцы же не для того всюду голосили о продвижении демократии, чтобы восстанавливать потом монархию. И вот, закономерный итог. Не монархическое, ничего не символизирующее, никого ни с кем не объединявшее правительство Афганистана, слиняло в три дня. Кабул, после оставления его американскими войсками и стремительного занятия талибами, являет теперь апокалиптической картиной. Леденящие чувства вызывают падающие с самолета люди, пытавшиеся улететь из аэропорта, уцепившись за шасси американских военно-транспортных самолетов. Американские коммерсанты уже вовсю продают в интернете циничные футболки с надписью «Кабульский клуб скайдайвинга». Моральное уродство порой не знает никаких границ. Будем, впрочем, справедливы. Афганцы и так стремятся сбежать из своей зачумленной войной страны. При любой возможности сбежать. Они составляют значительную часть мнимых сирийских беженцев, захвативших Европу в 2015 году. Они же сейчас штурмуют границы Литвы. То есть попытки улететь на последнем самолете говорят не только и даже, может быть, не столько о страхе перед талибами, а не то, что люди предпочитают умереть, лишь бы не попасть к талибам в руки, сколько о незнании устройства самолетов и об ощущении открывшегося окна возможности. Британия уже пообещала принять 30 тысяч беженцев, а Европа тоже наверняка завезет к себе несчастных мигрантов. Такова уж ее судьба. Но в целом картины из Кабульского аэропорта напомнили тем, кто постарше, такую же паническую эвакуацию американцев и всех, кто не хотел жить под коммунистами, из Сайгона в 1975 году, когда в него вошли войска Красного Вьетнама. Впрочем, южно-вьетнамцы продержались после ухода американцев три года, а проамериканское правительство в Кабуле слиняло за три дня, чего не ожидала, кажется, даже сама администрация Байтона. Удивительен, конечно, контраст этого позора с выводом из Афганистана советских войск в 1989 году. Тот же мост, на котором сейчас был брошен автокортеж срочно бежавшего в Узбекистан генерала Дустума. А тогда развернутые знамена, духовые оркестры, а главное правительство на Джабулы, которое сражалось и удерживало Кабул, еще три года. И удерживало бы еще дольше. Но после злочастного августа 1991 клика Ельцина предательски оставила афганское правительство без поддержки. Я, кстати, был знаком с генералом армии Махмудом Гореевым, который в должности военного советника правительства на Джабулы обеспечил это военное чудо. Это был, кстати, единственный в истории человек, награжденный двумя орденами Александра Невского советским и современным российским. Он оставил о том, как оборонял Кабул, очень интересные мемуары. Вот у американцев своего генерала Гореева не нашлось. Или они не захотели искать. И вот здесь самое интересное. Зачем США так стремительно убрались из Афганистана? Вот тут у меня плохие новости для торжествующих победу над упадочной американской империей. После взятия с северо-вьетнамцами Сайгона американцы не стали слабее. Они стали сильнее, вытащили ногу из капкана и политически консолидировались. Появилась истребиная администрация Рейгана, которая базировалась именно на преодолении афганского синдрома. Мнимая победа СССР в холодной войне обернулась через десятилетия стратегическим поражением. До эвакуации Кабула Афганская проблема была проблемой американцев. Это они создали и воруджили маджахедов. Это они создали террориста Бен Ладена. Это они создали в 90-е талибов, позволивших Бен Ладену нанести удар по Америке. Это им пришлось талибан из Кабула выкуривать. И два десятилетия вести войну, вбухивая в нее огромные средства, и отлично осознавая, что победить в этой войне нет шансов. Афганистан висел капканом на ноге американской империи. Теперь она от него, увы, освободилась. Бен Ладен мертв, а режим талибов вряд ли решится в будущем предоставлять убежище тому, кто ведет войну непосредственно против Америки. Теперь неконтролируемый американцами Афганистан это проблемы его соседей. Стран Средней Азии, Ирана, Пакистана, покровительствующие Пакистану Китая, Индия и в огромной степени России. У нас фактически отсутствует граница со Средней Азией. Страна наполнена мигрантами оттуда. А если к этому прибавятся еще и беженцы от талибов, или напротив, переселенцы, инспирированные талибами, это будет, ну, мягко скажем, нехорошо. Россия либо придется потерять значительную долю влияния в регионе, либо вкладывать в ресурсы для сдерживания талибов. А меньше всего нам бы сейчас следовало вкладывать ресурсы в Среднюю Азию. При этом у американцев высвободились средства. Зато у Белого дома сузилось поле маневра, в том числе и в части уступок России. Байден находится под огнем критики, а это значит, что вряд ли у него есть возможность уступить России еще в чем-то, кроме Северного потока. Напротив, администрация США начнет отыгрывать очки престижа. И именно на жесткости в отношении России. Это значит, что в решении куда более значимых для нас вопросов, например, украинского или белорусского, риск вмешательства США будет теперь выше. Уступив исламистам, американская империя будет повышать свой престиж на борьбе с православными. Ну и сами по себе талибы не подарок. Вероятно, кому-то сейчас в России кажется, что с этими замечательными ребятами установлены надежные контакты. И с ними обо всем договорились. Я даже ни секунды не сомневаюсь, что это так и есть. Но все эти договоренности были с движением, находившимся в смертельной схватке с американцами. Это одна сделочная позиция. А сейчас талибан – это власть в Кабуле, которая должна расплачиваться по счетам, прежде всего со своими сторонниками. А эта позиция совсем другая. В чем был секрет непобедимости талибов, а раньше маджахедов, а еще раньше афганских повстанцев, перебивших англичан, пытавшихся отступить из Кабула в Индию? Почему ни одна великая держава, ни Великобритания, ни Россия, ни США не смогла в Афганистане выиграть и навести свои порядки? Секрет в том, что афганцам, как правило, нечего терять. Страна ужасающе бедна. Люди ужасающе бедны. Человеческая жизнь производится в переизбытке. И не стоит практически ничего. Мальчиков воспринимают как расходный материал, а девочек вообще не считают. Единственный способ победить в любой войне – это предложить всем сторонам мир, который лучше продолжения войны. Победитель получает награду. Побежденному хотя бы оставляют жизнь и оставшееся имущество. Он перестает терять. В Афганистане такой мир попросту невозможен, потому что терять афганцам давно уже нечего. По подсчетам Всемирного банка, страна находится на 16-м с конца месте по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, что означает абсолютную нищету. Человеческая жизнь в этих условиях тоже дорогого не стоит. Напротив, прекращая воевать, афганцы прекращают хоть что-то приобретать. Война дает добычу, самоуважение, власть. На худой конец – интересные впечатления. Все мировые СМИ рассматривали талибов, которые пьют чай в разолоченной резиденции генерала Дустума. Или катаются на машинках детского аттракциона в Кабуле. Или рассматривают диковинные спортивные снаряды в фитнес-центре. Наверное, как-то так выглядели варвары, взявшие Рим. Но вот только никто не подумал о том, что будет завтра. Когда чай закончится, позолоченные стулья будут распроданы, тренажеры сломаются, а электричество для аттракционов закончится. Современный Афганистан не умеет производить ничего, кроме опиумного мака. А талибы обещают покончить и с этим. И будем надеяться, не обмануты. Единственным средством производства, которым владеют талибы, является автомат Калашникова. Ну еще пулемет, джихад-мобиль, ракеты-стингер и все такое прочее. После того, как оставленные американцами запасы, кроме запасов, оружия закончатся, что сделают люди, уже привыкшие добывать себе пропитание и развлечения с помощью оружия и не умеющие делать ничего больше? Правильно. Они отправятся за добычей куда-нибудь, к кому-нибудь из соседей. Список соседей Афганистана хорошо известен. И мы знаем, кого грабить талибы точно не пойдут. Они не пойдут грабить перенаселенный Пакистан и Индию, от которых есть риск огрести атомные бомбы. Они не пойдут грабить и сильный Иран, который, кстати, завоевывал Афганистан не раз и не два. Остаются пограничные страны Средней Азии. Они не раз завоевывали Афганистан и не раз завоевывались из Афганистана. В древности, в средние века, уже почти в наши дни. Эти страны достаточно обеспечены по сравнению с Афганистаном. У Туркменистана есть газ. У Узбекистана и Таджикистана гастарбайтеры, которые выгоднее газа. Там нет большого количества мужчин. Слишком многие уехали в Россию. И эти мужчины не выросли на 30-летней войне. Даже если исключить мотив дальнейшей пропаганды исламского фундаментализма, с чем и без того прекрасно справляются тайные ваххабитские мечети на территории Российской Федерации, чисто как объект грабежа бывшая русская Средняя Азия может оказаться для талибской массовки весьма привлекательной. И если нынешние лидеры талибов не захотят заниматься этим грабежом, то их запросто сменят на более отважных. А американцы, которые всегда рады удружить ближнему, в этом помогут. Если талибан не будет расти за счет экспансии, то он начнет сжиматься. В Афганистане никуда не девалась традиционная вражда племен и этносов. От талибов все будут хотеть чего-нибудь, а так, как, например, сейчас хочет Ахмат Масуд. А если те не смогут дать, то из охотников они превратятся в жертву. Но не факт, что новые охотники будут лучше нынешних. Чтобы избежать этого сценария, талибан буквально обречен на внешнюю экспансию. И обеспеченный ореолом победителя, полученным после бегства американцев, он сделает это с большим удовольствием. В общем, с огромной вероятностью наступления негативных последствий для России можно будет ожидать в любом случае. И если мы попытаемся защищать Среднюю Азию, и если будем пассивно наблюдать. И неважно, кто с чем и о чем договорился. Не надо самозаклинаний. Есть ситуации, когда никакие договоренности уже не выполняются. Возможно, самое разумное для соседей Афганистана – это скинуться и платить талибам дань. Как в старое доброе средневековье. Только каких размеров должна быть дань для 40-миллионной страны? Вот на этой оптимистической ноте и на этом риторическом вопросе я и попрощаюсь с вами. Но наш разговор не кончен. Субтитры создавал DimaTorzok